Здравствуйте, меня зовут Павел, я преподаю разговорный английский язык. Это видео записано специально для Repetit.ru, свежая для меня платформа. Не так много у меня здесь фидбэка, как вы видите, но работаю я с языком уже более 7 лет. У меня множество учеников, у меня своя система, которая основана на EFL. Это изучение английского как первого языка, то есть так, как это делают нейтивы. Эта система дает быстрые результаты именно в разговорной речи. Вам не нужно ждать очень долго, чтобы бегло научиться говорить. Вы просто используете меньше слов, но используете их в полной мере. Я даю много примеров. Вы знаете, когда использовать то или иное слово, это как следствие не вызывает никакого стресса. Вы умеете это пользоваться, вы уверены в том, что вы говорите. То есть, возьмем детей, допустим, пятилетний ребенок будет бегло изъясняться. Вы согласны? Но он не может говорить о множестве вещей. То есть, он говорит о каких-то своих детских штуках, но он не задумывается о том, как он говорит, правильно или неправильно. Он всегда правильно говорит. Потому что он хорошо владеет небольшим количеством лексики. Это грубо, если в двух словах, о том, что такое EFL. И вот это наша система. Если у вас нет никакой грамматической базы, то, конечно, я сначала вам даю базу. Потому что мне важно, чтобы вы понимали концепции, которые стоят за той или иной грамматической формой. Потому что, когда я дам вам, допустим, 20 примеров использования какого-то слова в реальной жизни, вам нужно будет понять, а почему здесь would be, или has been, for, или ambies are, did и так далее. Вы должны просто знать, в какой грамматической плоскости идет повествование, чтобы уловить правильно контекст, что именно здесь говорится, что имеется в виду. И таким образом мы получаем значение слова не плоский перевод, просто русский, английский. Мы получаем очень объемную картинку. Вы получаете, допустим, 30-40 вариантов использования этого слова в реальной жизни, как вы сразу можете его применить. Поэтому, когда складывается ситуация, подходящая под это слово, это слово автоматически у вас подтягивается. Вы не строите сначала предложение на русском, потом переводите. Занимает много времени, это не то, как строится разговор в реальной жизни. В реальной жизни вы просто думаете внутри языка. Это то, чему я учу. Таким образом, если вас интересует разговорный английский, если вам нужна грамматическая база, это все ко мне. С такими вещами, как TEFL, or IELTS, or things like those, I do not teach them, because I don't really enjoy it, because it's mostly about how to pass. And I like teaching people how to talk. I want you to talk. So, if you want to talk, join me. Welcome. Once again, меня зовут Павел. Приятно познакомиться. Присоединяйтесь к нашим занятиям. Присоединяйтесь к нашим занятиям. Присоединяйтесь к нашим занятиям. Присоединяйтесь к нашим занятиям. Продолжение следует...